Привет всем дорогие друзья! Мы с Владом впервые в нашей совместной жизни приехали на Левый Берег. Ну, типа чисто так, чтобы по делам. Может быть когда-то мы и проезжали здесь вместе, но я очень сильно, если можно так выразиться, не люблю Левый Берег. Мне здесь некомфортно, неуютно, добираться сюда неудобно от центра далеко. Короче, я не люблю приезжать. Перед Новым Годом советую всем подзаработать на стартапах. Это можно сделать с компанией Стартап Фонд. Я сам инвестирую в данную компанию и у меня открыт стартап туристический на сумму 50 тысяч рублей. За весь период работы сумма моего баланса составит 72 тысячи 500 рублей. Итак, смотрите, а тем временем на моем балансе уже 7 тысяч 500 рублей. Это первое начисление из трех. Как вы видите, дата открытия у меня 30-е, 11-е. 15-го, 12-го моя инвестиция отработает полностью. Я смогу вывести и прибыль, и тело инвестиции. Давайте выведем деньги, нажимаем вывести средства. Я буду выводить на Киви. Ввожу сумму 7 тысяч 500 рублей. Нажимаем кнопку далее. Все, заявка на вывод средств успешно отправлена. Так, друзья, смотрите, а вот и мои деньги уже пришли. Кстати, прошло буквально полчаса или чуть-чуть больше. Если вы впервые на моем канале, то расскажу. Компания Стартап Фонд зарегистрирована в России 27 августа 2019 года. И занимается инвестированием в различные стартапы. Получает свою долю процента, а пользователь получает прибыль согласно заявленной. В компании имеются самые распространенные платежные системы, и проблем с пополнением или выводом не будет. Все стартапы, в которые вы можете инвестировать, размещены на главной странице сайта. Регистрация быстрая и не занимает много времени. Переходите и начинайте зарабатывать. Такая компания, как Бодо, подарила бесплатный сертификат, и мы решили им воспользоваться. Там сертификат на экскурсию в паб какой-то. Я не знаю, что там будет интересного, нам делать все равно нехрен, поэтому мы решили приехать и посмотреть, типа, что да как. Если не понравится домой, просто поедем или в центр куда-то погулять. Владе, наверное, особенно интересно в паб экскурсию, про пиво там что послушать. Да, очень интересно. С тем, по-моему, что я ненавижу пиво. Это, может быть, друга надо было какого-то брать с собой. Пошли там вдвоем мужики побухать пивка, а с девушкой, я не знаю, как-то странно. Да, может быть, пиво какое-то там с лимоном или что-то такое. Такое я люблю. Как Хьюгарден? Да, безалкогольный. Кстати, по поводу безалкогольного пива, я вчера вечером захотел выпить пивка и зашел в магазин и купил там, по-моему, 6 банок Хьюгардена. С цитрусовым вкусом, там каким-то первым с грейпфрутом, а второй вкус с лимоном. И в итоге я прихожу домой, мы начинаем пить с Владе это пиво, и типа какой-то вкус странный, как будто бы это просто напиток. Как сок какой-то, а не пиво. Чего вкуса пива вообще нет? Потом смотрю, а там, блядь, 0%, типа безалкогольное пиво купил. И какой смысл вообще переплачивать, при том, что там одна баночка, гривен 40, 0,3 стоит, и за безалкогольное. С таким успехом можно было двухлитровую бутылку напитка купить. Лимонада. Да, и лимонада, и все, и не переплачивать даже. Вот, кстати, что курточка, которую Влада себе купила, выбирала так долго? Я выбрала самую первую, красную, длинную, все. Я хотела просто длинную, потому что сказали, что зима будет холодная. Я не выбирала ее долго. Влады просто, какие у меня все курточки черные, выбор был невелик. И, в принципе, особо там колеблется не пришлось, потому что все более-менее нормальные курточки, они черным цветом, они сразу же отпадали, и пришлось выбирать из каких-то других ярких цветов. Красных было немного, но и вот Влада определилась. Купила себе такой пуховик-одеяло, или как эти куртки называют. Да, это размер X, XS и XS, ну, просто оверсайз, это так надо. Чтоб не писали, ого, типа, огромную куртку купила. Ну вот мы пришли, как-то пивная дума называется, ресторан, сейчас надо позвонить менеджеру. Мне на самом деле сегодня, как и впрочем всегда, настроение не очень, ой, чуть не упал, но персонал дружелюбный, это порадовало, аж настроение поднялось. Так, принесли нам уже пивко, Влада, будешь дегустировать? Ну, попробую. С какого? Надо с самого первого начинать. Нет, а, ну да, с этого, правильно. Я пробовал уже такие сеты в других папах, и типа, это на самом деле прикольно. О, кстати, Кирюша заказывал, когда мы были с Сашей, и с Кирюшей в Шоломинской броварне, вот такой сет себе похожий. Так, смотрите, нам тут закусок еще принесли, спасибо. Дело в том, что мы только поели перед тем, как сюда приехать, я что-то как-то думал, что мы здесь вообще есть не будем, но нас предупредили, что мы будем дегустировать пиво, и я, типа, думаю, неплохо было бы поесть, чтобы не захмелеть. А в итоге нам тут и пиво наставили, и закусок нанесли вообще нормально. Ну, качество хорошее пиво здесь, действительно. Я уже как-то был с коллегами в пивной думе, и, типа, ресторан на самом деле неплохой. Это никакая не реклама, просто на самом деле здесь нормально. Вот это вкусненько, это с цитрусом. Ой, ну оно горьковатое, но пиво с цитрусом. Фух, ну вот мы и вышли, наконец-то, из паба. Что я могу вам сказать? Пиво понравилось, обслуживание понравилось, экскурсия не понравилась, потому что чувак, который к нам проводил экскурсию, да, он просто как будто бы реферат зачитал, рассказал, в какой бочке, с какой температурой там что-то кипятится, и все. Ну, типа, рецепт пива при желании, на самом деле, я могу и в интернете почитать, ну, правда же. А раз уж вы продаете сюда экскурсии, то, мне кажется, есть к чему стремиться, есть что улучшать. Блядь, я надеюсь, видно меня сейчас. Кирюша, привет! Что ты тут делаешь? Как дела у тебя? А что это ты в метро ездишь? Ты же агель-олигарх. Чувак, пробки были, я с левого берега, с пазняков еду направо, я жесткие пробки, пришлось ехать на метро. Что, вы куда, ребята, идете? Да, прогуливаемся, Гулливера. Ну, я уже домой, да. Ну, рад был тебя увидеть. Пока. Как-то, Кирюша, не сильно рад был меня видеть, я не знаю. Близ, ближе в метро. Да, 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 может, после прошлого моего влога, в котором я показал фигурку льва и сказал, что вот гриба, как у Кирюши. А вот Кирюша с грибой льва. Или я не знаю, почему. Даже не руку мне пожал опять дал, как тёлочке. Я как-то это сильно не оценил. Ну, я не знаю, он спешил, видимо. Или он стесняется, или я не понимаю, что происходит. Вместе со своей девушкой, когда Кирюша, он на 100% искренним быть не может. Как-то он постоянно увиливает от разговора и пытается куда-то скрыться, если мы случайно где-то в центре с ним встречаемся. И, кстати, да, я еду сейчас на метро, потому что мы были в этой пивной думе, которая находится на левом берегу. Сейчас я вам покажу время, чтобы не называли меня пиздуном. Пол шестого, и это как раз сейчас самый пик по пробкам. Все мосты перегружены, и мы бы домой на такси добирались, но я не знаю сколько. Ну, часа полтора, наверное, в таком трафике. Хотя мне на самом деле похуй, что обо мне думают люди. И типа я не пытаюсь выглядеть миллионером, а на самом деле бомж, как это делают некоторые. Это я имею в виду цыганских трейдеров, которые там обналичивают с кредитки 10 или 20 тысяч гривен по 500 рубасов, потом меняют их по 200, а потом по 100, чтобы разные купюры были и разные пачки в каждой истории Инстаграма. Это так тупо. Да и как по мне вообще в принципе в том, чтобы ездить на метро нет ничего постыдного, у нас половина населения ездит. Да блин, что глупости говорить, если даже голливудские звезды, там тот же Киану Ривз ездит на метро, и типа ему нормально, а я что, чем-то круче, типа или что? Я не считаю, что ездить на метро это как-то странно или постыдно, это вполне нормально. А в условиях современного города таки тем более, я не заявляю о том, что я только на Uber Black там езжу или так дальше. А по поводу Кирюши, может конечно я его неправильно понял и все нормально, он просто торопился, но со стороны что-то показалось, что он на меня как-то или обиделся, или я не знаю. Но мне кажется, он после этого видоса мне сам напишет, все в порядке или нет, или в комментариях нахер пошлет, посмотрим. Что там с твоим цветком? Да ну она жив. Что ты пелишь? Кресток, я тоже не съела. Да, мы же показывали. Ну тут я поотрезала, наверное, штук пять, вот новый вот, новый вот, новый вот, новое отросло. Ага, то есть он живой все-таки. Палец в рот ему засунем в один? Ну он, наверное, в спячку пал, может не закрыть, но по поводу. Ну давай. Обхватил. Тянет. Вы видели? Но на этот раз я уже не так сильно испугался, потому что я был подготовлен, а когда первый раз она схватила, она так сильно. Тем более рот еще шире открытый был. Ох, блин, это было очень стрёмно. Но мне кажется, он почувствует, что там ничего нет и раскроется обратно. Нет, он раскроется через день, и он еще сможет раскрыться только два раза из-за тебя. Да? Да, они только три раза раскрываются и умирают. Я читал о том, что им можно давать всяких опарышей там и так дальше. В принципе, эти, всякие старые деды на рынках торгуют опарышами для рыбаков, вот. И мы можем пойти купить опарыши и накормить мухолов. Да. Давай, малышку твою накормим. А все, что останется, тебе отдадим. Будешь ты опарышей жрать, шо ты? Морщишься, один глаз прикрываешь, одноглазый Джо. Че ты ее одноглазым Джо называешь? Ну она открыла только один глаз сильно, она этот жижит. Привет. Мружится, что-то может в глаз попало. Да, наружу в глаз попало, как всегда. Она у нас бегает под кроватями везде, всякие уголки зацепается, вечно головой бьется. Мы один раз пришли домой, Влада так испугалась, говорит, что случилось? А Влада рассказывает, у Шанель один глаз закрыт, так слезится, что-то распухло, что с ней? Говорит, а ничего обычного, где-то пробегала, ебанулась башкой, как обычно своей пустой. И типа теперь морщится. Ну я был прав, через полдня все прошло и все нормально. Красный глаз, только это уже другой. Она вот этот шандерахнула и не могла открыть полдня, а вот тут уже тоже красный. Уже снова где-то ударилась. Пустая голова.